в чем суть моей схемы сейчас я буду подключать при вас значит подключая пошла загрузка смотрите разработка опять же напоминаю не моя ссылка будет снизу то есть здесь можно выбрать генератор сигналов можно выбрать осциллограф нас сейчас интересует генератор выбираем генератор и подтверждаем вот сейчас он смотрите на выходе выдает 15 килогерц скважность скважность 50 процентов для чего это все надо я потом объясню еще значит сейчас он генератор построенный на arduino выдает на наш dc преобразователь вот такую частоту теперь нам надо схему подключить к питанию стандартно вот мое питание значит плюс плюсом минус с минусом и тут как бы не попутать минус у меня зеленый вход черненьким шахнем плюс вот он плюс синий подключаю так на выходе вешаем стандартно мы эти лампочки тоже не суть важно полярность включаю все на ходу показывая что никакого развода нет лампочка уже горит значит на входе у нас 12 вольт вот что мы здесь видим лампочка у нас горит лампочка горит для увеличения мощности даваем еще одну я доставил две большие но ребенок тут лазил уже короче куда-то с хомячем значит нагрузка порядка полутора ампер щас болея лампочки две горят это более тускло в чем суть вопроса что мы здесь видим это я прикрыл там просто подложка чтобы не прожечь лак то было уже дело значит на выходе подключена лампочка на входе у нас преобразователь который дает нам 12 вольт в чем суть поднимаю эту всю схемку обратите внимание на экранчик и на яркость лампочки сейчас стоит 15 килогерц сейчас я буду изменять скважность сигнала чтобы доказать что dc преобразователь работает значит захожу менюшку здесь вот смотрите меняется регулировка частоты значит по 10 килогерц добавлять герц по 100 герц по одному килогерцу и вот у нас настроечка скважности смотрите внимательно на лампочку вот сюда начинаю менять скважность вот она 50 процентов пошел в меньшую сторону яркость лампочки растет и растет конкретно и будет расти она до скважности где-то в 10-15 процентов обратите внимание на стала гореть ярче становимся на 10 скважность вот она уже конкретно в накал теперь смотрите скважность я погнал назад увеличиваю смотрите за лампочкой конечно это все плавно но смотрите яркость явно ее падает смотрите пошла до нуля что это означает что изменяя скважность мы меняем напряжение на выходе что соответственно увеличивает ток и лампочка то это ярче и тускнее чем еще доказать можно выставляю например опять 50 процентов вот 50 процентов скважность видно теперь я начну изменять чистоту перехожу в регулировку чистоты выставляю сразу по одна по 1000 герц смотрите если начну увеличивать чистоту так то меньше я увеличиваю смотрите лампочка должна тускнуть пошел увеличивать чистоту смотрите на частоте 24 килогерца на выходе падает сильно очень напряжение так и должно быть теперь я уменьшаю чистоту обратите внимание на лампочку на 15 она ярче смотрите что будет сейчас когда мы до 10 килогерц дойдем опять же растет яркость что подтверждает что генератор работает единственно что конечно мне надо еще второй сциллограф на выходе подключить но пока у меня нет свободной arduino и нету монитора cd-шного вообще такой приборчики я бы каждому советовал иметь свой то есть dc преобразователь вот катушечка конденсатор включающий ключ диод и транзистор работает вот сейчас я еще небольшой опыт сделаю просто сразу чтобы показать работоспособность осциллографа вот в этой схемке чтобы уже одним видео все снять так значит села батарейка у меня телефоне значит вот вернемся сюда и выберем режим осциллографа вот он бегает скачет все в принципе на сайте у товарища который это разработал можно посмотреть значит как и нам проверить работу осциллографа я все таки его себе сделаю отдельно и буду постоянно используете мне понадобится покупать как бы дорого да и он мне не надо профессиональный значит смайстрил я такую схемку на 555 таймере вот кому надо там могу скинуть калькулятор расчета неприятно себе в том что собирается довольно сложновато куча проводов опять же микросхема восьминожечная ну как бы мне надо было быстро значит я эту схему сделал по-быстрому это у меня выход соответственно плюс-минус подключаю закорачиваю через тот самый через макетку вот у меня вход на вход я подаю с батарейки крона главное не попутать полярность это выжгем все значит минус здесь у нас плюс 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 что мы теперь видим на входе на вход мы подключили не то вот балда он отсюда вход у меня вот осциллограф что мы сейчас теперь видим обратите внимание уже появился график что мы здесь видим смотрите в правом углу 4.5 килогерц в принципе это то что я на макетке сам резисторами поставил то есть осциллограф работает если вам надо приборчик для измерения частоты отличная вещь довольно быстро собирается про настройки опять же на сайте производителя осциллограф работает как и работает схемка на 555 таймере генерирующая частоту с частотой 4.5 килогерц вот ну так из пару фейков хотя устройство не мое я просто покажу довольно интересный человек сделал его значит можем изменять вот так для визуализации больше есть режим паузы там еще куча настроек в общем товарищ молодец спасибо помог выручил буду пользоваться ну и рекомендую своим подписчикам тоже за иметь себе такую штуку собирается очень просто три резистора три кнопки 4 резистора все arduino и экран только взять сделать то есть и генератор и осциллограф а так